Основы трудового права. Трудовое право как отрасль права. Отрасль трудового права может быть определена как совокупность правовых норм, направленных на регулирование отношений, возникающих в процессе трудовой деятельности работников с определенными работодателем функциональными обязанностями, реализация которых обеспечивается особыми способами, которые входят в метод данной отрасли. Специфика правового регулирования трудовых отношений. Сочетание федерального, регионального, местного и локального уровней создания и применения норм данной отрасли. При этом подавляющее большинство норм трудового права применяется на уровне конкретной организации, то есть на локальном уровне. Договорный способ привлечения к труду и определение условий труда с соблюдением действующего трудового законодательства. Работодатель и работник не могут быть признаны равноправными величинами, поскольку работник должен подчиняться законным распоряжениям работодателя при исполнении определенных функциональных обязанностей. Возможность самозащиты работникам, предусматривающей в том числе временный выход работника из подчинения работодателю при нарушении им трудовых прав. Нормы трудового права реализуются через деятельность специально уполномоченных органов. К числу таковых относятся комиссия по трудовым спорам, примирительная комиссия и трудовой арбитраж, третейский суд и посредники, органы государственного и общественного контроля за соблюдением трудового законодательства. Забастовка, как особый способ защиты прав и интересов работников. Особый правовой статус коллективных представителей интересов работников профсоюзов. Трудовое законодательство. Целями трудового законодательства является установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей. Основными задачами трудового законодательства является создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон, трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. На основании статьи 1 Трудового кодекса. Основные принципы правового регулирования трудовых и связанных с ними отношений. Свобода труда. Запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда. Защита от безработицы и содействия в трудоустройстве. Обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда. Равенство прав и возможностей работников. Обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы. Обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации. Обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав и интересов. Обеспечение права работников на участие в управлении организацией в предусмотренных законом формах. Сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. На основании статьи 2 Трудового кодекса. Основные принципы правового регулирования трудовых и связанных с ними отношений. Социальное партнерство. Обязательность возмещения вреда причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Установление государственных гарантий по обеспечению прав работников и работодателей. Осуществление государственного контроля надзора за их соблюдением. Обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод. Обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также право на забастовку в порядке, установленном федеральными законами. Обязанность сторон Трудового договора соблюдать условия заключенного договора. Обеспечение права представителей профессиональных союзов осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. Обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период трудовой деятельности. Обеспечение права на обязательное социальное страхование работников. На основании статьи 2 Трудового кодекса. Источники регулирования трудовых отношений. Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными конституционными законами осуществляется Трудовым законодательством, включая законодательство об охране труда, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, иные федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, Иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, включая Указы Президента Российской Федерации, постановления правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также нормативные правовые акты органов местного самоуправления. Коллективные договора, соглашения Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права На основании статьи 5 Трудового кодекса Лица, на которых не распространяется трудовое законодательство Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на следующих лиц. Если в установленном Трудовым кодексом Российской Федерации порядки, они одновременно не выступают в качестве работодателей или их представителей. Военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы Члены советов-директоров, наблюдательных советов, организаций, за исключением лиц, заключивших с данной организацией трудовой договор Лица, работающие на основании договоров гражданско-правового характера Иные лица, если это установлено федеральным законом На основании статьи 11 Трудового кодекса Стороны трудовых отношений Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем Вступать в трудовые отношения в качестве работников имеют право лица, достигшие возраста 16 лет, а в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации К примеру, в статье 63 Трудового кодекса, также и лица, не достигшие указанного возраста Работодатель – физическое лицо, либо юридическое лицо организации, вступившие в трудовые отношения с работником В случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры Работодателями могут быть не только физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей Но и частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты А также физические лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи поведению домашнего хозяйства По общему правилу, заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют право физические лица, обладающие гражданской дееспособностью в полном объеме На основании статьи 20 Трудового кодекса Социальное партнерство в сфере труда Социальное партнерство в сфере труда – система взаимоотношений между работниками, представителями работников, работодателями, представителями работодателей, Органами государственной власти, органами местного самоуправления Направленное на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений Сторонами социального партнерства являются работники и работодатели в лице уполномоченных в установленном порядке представителей Представителями работников выступают профсоюзные организации Социальное партнерство осуществляется в формах Коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений, взаимных консультаций, переговоров по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений Участие работников и их представителей в управлении организацией Участие представителей работников и работодателей в разрешении трудовых споров на основании статей 23, 25, 27 и 29 Трудового кодекса Уровни социального партнерства Федеральный уровень Устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в РФ Межрегиональный уровень Межрегиональный уровень Устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в сфере труда в сфере труда в отрасли Территориальный уровень Устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в муниципальном образовании. Локальный уровень. Устанавливаются обязательства работников и работодателя в сфере труда на основании статьи 26 Трудового кодекса Российской Федерации. Коллективный договор. Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. Коллективный договор может заключаться в организации в целом, в ее филиалах, представительствах и иных обособленных структурных подразделениях. Действие коллективного договора распространяется на всех работников организации или всех работников соответствующего подразделения. Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами. В коллективный договор могут включаться в том числе обязательства работников по отказу от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора на основании статей 40, 41 и 43 Трудового кодекса. Продолжение следует...